Цены на некоторые продукты могут подорожать в Казахстане. Об этом рассказал вице-премьер Серик Жумангарин. По его словам, это коснется некоторых видов овощей и фруктов, которые не производятся у нас в стране. А что касается отечественных продуктов, то в этом году аграрии собрали более 26 тонн зерна. Кроме того, ожидается рекордный урожай сахарной свеклы. Поможет ли это сдержать цены на социально значимые товары, расскажет Дельнас Насекенова. В правительстве подвели итоги уборочной кампании. Так, в этом году намолочено 26,5 миллионов тонн зерна. Это почти на 9 тонн больше, чем годом ранее. Высокие показатели наблюдаются в североказахстанской области. По данным Минсельхоза, общая уборочная площадь сельскохозяйственных культур составила более 23 миллионов гектар. Кроме того, ожидается рекордный урожай сахарной свеклы. Высокая урожайность достигнута благодаря благоприятным погодным условиям и, безусловно, в результате правильного применения агротехнологий, а именно за счет использования качественных семян, внесения минеральных удобрений и эффективной защиты растений. Из-за рекордного урожая Минсельхоз просит Минторговли найти новые рынки сбыта. Однако там экспортный потенциал оценили лишь в 12 миллионов тонн. По их данным, экспорт пшеницы Казахстана за первые 8 месяцев этого года составил более 3 миллионов тонн, снизившись почти на 40%. Хорошие показатели только в Китае. В Турцию и страны Ближнего Востока страна может реализовать около миллиона тонн пшеницы. Теперь в планах продавать отечественную пшеницу в Пакистан, Индонезию, Бразилию и Малайзию, где прогнозируется рост импорта. В свою очередь, Улжас Бетенов поручила обеспечить бесперебойную поставку зерна. Теперь наша главная задача — сохранить и реализовать полученный урожай. Министерству сельского хозяйства совместно с Акиматами областей необходимо обеспечить своевременный вывоз зерна с полей, его просушку и засыпку на элеваторы. Все хлебоприемные предприятия должны перейти на бесперебойный режим работы. Рекордный урожай собрали, но гарантирует ли это стабилизацию или даже снижение цен на некоторые продукты? По словам Серика Жумангарина, на сегодняшний день Казахстан обеспечивает себя на 100% по 10 позициям социально значимых товаров. Среди них мука, соль, хлеб, рис, макароны, масло, картофель, баранина, говядина и морковь. Однако в группе риска некоторые виды овощей и фруктов, которые не производятся в Казахстане. Это апельсины, бананы, лимоны и так далее. По 14 пруд товарам 80% и более. По 5 пруд товарам импортозависимость есть. Мясо птицы мы обеспечиваемся на 73%, колбаса 60%, рыба 60%, сыр и творог 46%, сахар 44%. Здесь есть риски определенные. Ну, естественно, некоторые виды овощей и фруктов, которые в Казахстане не производятся. Может быть, это апельсины, бананы и так далее и тому подобное. Здесь есть определенные риски, связанные с тем, что, возможно, эта продукция будет дорожать. Ну, незначительно. Если рост цен произойдет, то в планах правительства устраивать ярмарки в крупных городах и делать завозы. Скачки цен возможны, но они будут минимизированы, отметил вице-премьер.